Вновь всех приветствую на своем канале. Очередной книжный обзор, посвященный вот в этой чудесной книжке про Суздаль. Мы как-то с Машей ездили года два, кажется, назад во Владимир на недельку практически и заезжали в Суздаль. Целый день там гуляли. Я в результате купила книжечку. Довольно красивый альбомчик такой, с немножко текста. Опять я забыла, как называется. А, это глянцевая бумага. В общем, тут можно найти краткий исторический очерк, который сопровождает всю эту книжечку, все фотографии. Довольно интересно, опять же, написано. Сзади можно найти карту Суздаля. Плюс список примечательных мест. Ну и исходные данные, которые написаны совсем мелким шрифтом внизу. Это текст у нас Лапшиной Татьяны в 2012 году созданный. И фотографии Исухова В.А. Тоже с 2012 года. Издательство у нас Транзит. 2012 год. Довольно красочные фотографии. Есть просто фотографии. Фотографии, сопровожденные текстом. Допустим, как вот здесь. Книжка довольно интересная. Я думаю, будет интересно тем, кто любит путешествовать, ну или просто о городах России хочет узнать что-то новое. Вообще, в принципе, из той же серии. Ну, практически, конечно, это другая совершенно серия, но как вот у меня были в Финляндии или Карелии, они довольно похожи. И текст такой полноценный. И фотографии довольно качественные, хорошие, дают представление о городе. И есть, после этой книжки возникает, в принципе, желание у кого-то съездить туда. У меня есть даже карта старая в Суздале. Кажется, моя знакомая, тючь Валя, там все-таки была. Она мне потом отдала эту старую карту в Суздале просто для сравнения, как вот было и как стало. Была она там где-то, может, лет 10 или 20 назад. Здесь есть просто текст. Вот здесь страница из столжечного текста. Но их совсем немного. В основном они, странички разбавлены все-таки фотографиями. Они сплошняком текст идет. Ну, и она опять же посажена на клей в мягкой обложке. Но в отличие от той книжки предыдущей про Карелию, где странички были все-таки немножко прошиты, здесь просто странички положены на клей. И если не сильно так раскрывать, то она вполне долго проживет. Не помню, сколько она стоила, откровенно говоря. Но я думаю, она все-таки стоила того, чтобы ее купить. Потому что, если вы там были, и потом вдруг пролистаете ее, то будут какие-то воспоминания. Ой, здесь я ходил, вот это я видел. Ну, а если не были, то, возможно, захотите просто туда съездить. Все-таки я никак не приноровлюсь нормально листать и показывать футик, это все действие. Чтобы и видно было, и мне при этом удобно было показывать. даже панорама есть. Вот такая вот книжечка. Ну, я надеюсь, что вам все же было интересно посмотреть этот обзор. И сама эта книжечка. Вообще, тут сайт есть написан, фото сундаль. Ну, и, наверное, все. Я все пытаюсь как-то пытаться делать эти обзоры более интересными. Ну, не знаю, наверное, может все-таки это получаться. Кому-то, я так поняла, это все-таки интересно и нравится. Но с этим как-то сложнее, чем с косметикой. Ассоциации как-то даже не знаешь, к чему и как приводить. Ну, и спасибо за просмотр. Пока.